Стартовый матч второго круга Слонимский Белтрансгаз проводил с одним из аутсайдеров чемпионата второй лиги из Осиповича. Забегая вперед отмечу, что коллектив не досчитался двух турнирных очков, причем уже добавленное арбитром время. Хотя началось все как нельзя для слонимчан лучше. Стрелка хронометра едва завершила второй круг, а хозяева разменяли ноль на табло. Мялек от своих ворот кинул мяч вправо на Хмелюка. Игорь протянул его по флангу и совершил навес на находившегося на острее атаки Луженкова. Александр результативно пробил голову. Стрелка хронометра едва. На девятой минуте одиннадцатый номер газовиков мог увеличить преимущество, но пробил выше ворот. Через десять минут Осиповича восстановили равновесие. Вернее, забили вновь слонимца. Точнее, отличился Анципов после оплошности Снапко, срезавший мяч в свои ворота. Мялек явно не ожидал такого поворота событий и мяч из нижнего угла ворот достать не смог. На тридцать шестой минуте после стандарта перед воротами Щербы образовалась куча мала. Решающий удар наносил Луженков, но мяч пролетел мимо рамки. Не прошло и трех минут, как фланговый навес справа головой завершал Куликов. Вновь не точно. А на последней минуте тайма с подачей Хмелюка не справились Анципов и Голубев. А когда судья-информатор объявил о добавленном времени тайма, Белотрансгаз сумел провести гол в раздевалку. Хмелюк на правом фланге поборолся с тремя соперниками. Ему на помощь пришел Кевра, отпасывав назад Кудышу. Защитник тут же совершает навес в штрафную площадь, где же Гала в борьбе с фратарем головой поражает дальний угол ворот. 2-1. 2-1. Во втором тайме газовикам почему-то стало труднее подходить к воротам соперника. Осиповическая команда наоборот раскрепостилась. Гости чаще, чем в первой половине игры, стали тревожить не совсем уверенно игравшего Мялика. Ближе к завершению поединка газовики начали чаще накатывать в воротам осиповец. Но штрафные и угловые удары в их исполнении дивидендов не приносили. После навеса со стандарта Кудыш пробивает высший ворот. На 86-й минуте Кислюк промахивается после передачи слева. Ансипов пробил выше со штрафного удара. Косинец на первой добавленной минуте не замкнул передачу Кислюка. А заключительный мяч в игре был также проведен в компенсированное время. Прокопенко отправил предмет игры в незащищенную рамку Слонимских ворот, так как Мялик покинул свой пост, дабы выручить команду. Случилось обратное. Наставник гостей Александр Кончиц остался доволен результатом игры. Если говорить про задачу, то я думаю, что из выезда привести очко у лидера – это, я думаю, хороший результат. И я надеюсь, что игра понравилась болельщикам. Было забито 4 гола. Понравился очень соперник, очень организованная мобильная команда. Ну, немножко, будем говорить так, были проблемы у нас в обороне, так как полностью линия обороны у нас была новая, в зависимости пропускали по желтым карточкам, по травмам ребята. Поэтому приходилось немножко варьировать составом. Ну, а так, я так думаю, что результатом доволен и игрой доволен. Хотел бы пожелать удачи команде «Белтрансгаза». Тренеру мы давно дружим, конечно же. Ему, наверное, очки, хотя всем очки нужны, я думаю, что, наверное, ему было нужнее. Ну, это футбол, это непредсказуемое. Пожелаю еще раз удачи в команде «Белтрансгаза». Тренер «Газовиков» Евгений Савань извинился за результат перед болельщиками, признав, что данный матч был худшим в этом сезоне. Даже говорить сильно не хочется, но скажу так, что это слабая самая игра в сезоне, это с моей точки зрения. Вообще по всему, и по самоотдаче, и по желанию, и по мысли. Непонятно, во что играли, к чему готовились, того вообще ничего не делали. Даже учитывая все игры, которые мы проиграли, это самая слабая игра. Это чисто мое мнение. Можно тут много говорить там и по судейству, это понятно, там неизвестно, я не видел. Там было в ней игры, не было этот гол. Ну, просто так, спустя рукава тоже. В конце игры нужно спокойно игру остановить, спокойно покатать мяч, когда остается минута, пускай там переиграли они это добавленное время. Не переиграли, это не важно. Просто немножко нужно с головой. Подсказывают им, и тренера Славки подсказывают. Ну, это хорошо, что это в начале второго круга, перед встречей с лидером. Я думаю, что четыре дня есть, у нас тяжелая игра предстоит в Смолевичах. Извиниться, конечно, перед болельщиками за такую невнятную игру, скажем так. Ну, и будем надеяться на то, что все у нас будет хорошо в будущем. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok